всем большой привет с вами снова александр и не так давно я снимал обзор на одно из лучших по моему мнению да и не только по моему автокресел в категории 01 это был обзор на кресло ремер dual fix i-size это я считаю действительно на вершине скажем так пьедестала практически модель находится в плане комфорта безопасности ликвидности на рынке вот и тогда я сказал что я сниму ближайшее время обзорной прямого конкурента ремеру dual fix i-size и этот конкурент ничем не уступает ремеру в принципе они по цене почти одинаково стоит а даже моментами его превосходит поэтому сегодня мы с вами рассмотрим cybex serona qi-size это кресло обновленное скажем так предыдущая serona уже сделанная под новый стандарт что касается технических моментов здесь можно против хода ребенка возить до 105 сантиметров но как производитель заявляет если я не ошибаюсь 76 что ли сантиметров когда ребенок уже достигает вот можно будет развернуть кресло вперед и ребенка пристегивать уже по ходу движения нужно не ремнями а 5 столиком безопасности они уверенно так говорят потому что столик имеет большую площадь контакта с ребенком соответственно очень эффективно распределяется нагрузка и из-за этого они уверены что по ходу движения вот эта штука защитить ребенка намного эффективнее чем пятиточные ремни поэтому они говорят 76 сантиметров можно возить мы к нему вернемся давайте собственно изучать кресло начнем она используется и она прикрепляется к автомобилю с помощью системы изофикс полноценный жесткий изофикс упор в пол с этим все хорошо также здесь есть вот такая вот перегородочка которая вставляется когда ребенка мы возим против вода движения она нужна для того чтобы ребенок упирался сюда ногами и соответственно упиралась эта конструкция в спинку соответственно тем самым достигается еще больше жесткость всей конструкции но когда стоит этот упор кресло на 360 градусов крутиться не сможет поэтому когда мы возим против хода движения упор в пол у нас стоит мы можем повернуть кресло к себе посадить ребенка и соответственно положить его против хода положения вот так это работает да сейчас уберу этот упор в пол чтобы он на глаза не мозолю вот соответственно я к вам поверну кресло сейчас к вам вам сейчас его хорошо видно вот так у нас выглядит кресло подголовник пятиточные ремни используются только против хода движения повторюсь еще раз потому что многие немножко этого не понимают думают раз ремень есть значит повернул вперед и можно ехать нет здесь так это не работает здесь когда мы против хода возим ребенка мы пользуемся ремнями разворачиваем их убираем здесь под обивкой если вот снять обивку здесь есть специальные места куда прячется ремни соответственно мы ремни убрали у нас высвобождается здесь пространство здесь кстати еще видите такие вкладыши подушечки вот это все демонтируется когда ребенок вырастает и получается у нас высвобождается много места сейчас секундочку где у нас эти ремешки сейчас его вытащу и вам покажу вот соответственно вот этот вкладыш тоже уже встроен он также как и отдельный делает положение ребенка более горизонтально и когда уже ребенку они не нужны они демонтируются соответственно что мы имеем когда уже мы все это вытащим вот доездили мы там до 105 сантиметров например роста ребенка я бы вот честно говоря и рекомендовал до 100 сантиметров минимум ехать против хода движения а потом только разворачивать я бы как вот cybox нас заверяет что можно 6 76 сантиметров развернуться ехать по ходу движения так не делал я бы все-таки доездил против хода потому что это на 80 процентов кстати эффективнее при лобовом дтп нежели чем по ходу движения даже столик безопасности это круто конечно но против хода намного лучше причем у нас не конечно не сто процентов лобовых дтп но тоже близко к 80 лобовых дтп на трассах у нас нет ни отбойников не перегородок ничего поэтому лучше максимально долго ездить против хода движения соответственно отъездили развернули ремешки убрали под обивку спрятали соответственно вот у нас смотрите сколько места что касается наклона вот у нас отсюда вам видно вот наклон смотрите принципе это достаточный наклон чтобы ребенок уснул и голова у него под его же весом вперед не свисала подголовник тоже очень легко регулируется здесь вот спереди есть кнопочка поднимаем опускаем вот что касается посадки здесь действительно очень удачная форма очень удобная посадка она ничем ремеров скому в принципе не уступает приблизительно одинаково плюс-минус но по моим ощущениям здесь как будто бы чуть-чуть простор не слегка но может быть я ошибаюсь на самом деле но точно технические характеристики сантиметрах вот всю эту информацию я добавлю ссылку на магазин мир автокресел в описании там можете посмотреть все полные габариты ладно смотрим дальше соответственно развернули ребеночка уже по ходу движения достаем этот интересный чудо столик вспоминаем да что этих ремней уже здесь нет мы их спрятали под обивку все их нет они нам не мешают никаким образом дело вступает вот такой вот столик столик здесь с возможностью регулировки по длине ремня вот этого вот соответственно здесь у нас есть крепление этого столика ребенок сидит прикладываем столик и защелкиваем его в эти крепежи потом соответственно берем вот эти вот и мешки удлиняем лучше это сделать заранее чтобы ребенку не было тесно вот смотрите здесь ножки не прижимает тут ребенку ничего не давит может тысячу раз мерили впадают подобные кресла да и в это кресло детей здесь ребенку ничего не жмет ничего не давит естественно если вы захотите в пуховике засунуть сюда ребенка не поместь себя он сразу говорю но и производители не рекомендуют это небезопасно не работают автокресла детские с пуховиками это и взрослых людей тоже касается так собственно вот благодаря вот этому столику и достигается вот этот высочайший уровень безопасности вот и тут как бы знаете многие говорят что не очень удобно дети не любят я полностью с вами согласен есть грешок и сам вожу ребенка не со столиком безопасности с ремнями а вот ребенка надо приучивать к столикам набраться терпения и приучить но я даже не пытался потому что я просто сразу другой бренд сел и все но это не значит что это кресло не годится это если во главе угла у вас безопасность то это столик безопасности сто процентов соответственно вот так мы передвигаемся по ходу движения что касается безопасности в целом здесь как бы вообще ничего не сдать не взять потому что это одно из лучших как я вам говорил прямой конкурент при так суду фиксу это в принципе вершина айсберга вот начиная вот с подобных моделей начинается рынок в группе 01 все остальное уже хуже а кресло со столиком сирона она чуть-чуть поэффективнее чем ремни так считается соответственно здесь очень продуманный весь каркас и куча специальных материалов которые гасят колебания и вибрации энергии удара гасит здесь есть телескопическая система лсп систем называется у сайбекс которая эффективно гасит энергию дара при боковом дтп она принимает удар на себя рушится ломается корежится и соответственно потом уже удар переходит на сам каркас который также гасит энергию ударов сделан из высшего качества пластика спиненный тут ну короче тут все очень круто с этим делом и материалы материалы здесь тоже одни из лучших это версия платинум соответственно приставочка плюс когда вот вы что-то видите у сайбекс это обычно бывает вот материал очень хороший соответственно в этом плане здесь все очень хорошо и потом когда мы ездим так у нас есть возможность двигать кресло на 360 градусов соответственно также как и против хода мы к себе поворачиваем отсюда вам виднее посадили ребеночка развернули по ходу и поехали круто же круто причем это все делается не двумя руками а спереди одной кнопочкой там внутри нажимаю ладошкой и все она срабатывает соответственно все элементарно и просто соответственно добавить мне больше нечего как по мне это топчик самый практически самый жир на рынке вот и и одной самых дорогих кстати решений поэтому тут уже если есть у вас материальная возможность приобретать лучшие кресла то конечно это в десяточку вы попадаете случае с ремером с айбексом вот прошу что-то лучше на рынке уже практически невозможно найти это вот одни из лучших вариантов поэтому если материально вы готовы за безопасность детей надо платить все мы это понимаем но здесь мы платим достаточно большую сумму вот ну все равно меньше половины айфона топового стоит это кресло поэтому это гораздо лучше покупка чем топовый айфон это это вот соответственно очень рекомендую выбирать если есть возможность что-то из дуал фикса или сирона айсайз это прям любой из вариантов будет шикарным соответственно тут уже с выбирать естественно вам вот но моя рекомендация если есть возможность берите не задумываясь собственно все добавить не больше нечего если вам обзор понравился был полезен и интересен ставьте свой царский жирный лайк подписывайтесь на канал и вам хочу пожелать хорошего гранатного выбора кресла для вашего ребенка до свидания